Еще Глеб стал с интересом наблюдать за детьми. Он играет с детьми. Бывает, что сам заигрывает, прям хочет, чтобы с ним поиграли. Там же в игровой комнате были детки, четверо детей, им по 6-7 лет. Они вместе играли, придумывали какие-то игры. И Глебу очень нравилось наблюдать за ними. Он несколько раз к ним подбегал, со стороны наблюдал, улыбался, когда они там играли, прыгали, радовались. И он тоже вместе с ними радовался, хотел, чтобы они с ним поиграли. Потом, когда мы уходили оттуда, уже я ему одела обувь, и он не хотел все уходить, и забежал снова вовнутрь. Там его посреди зала поймала администратор, шея говорит, где твоя мама, ты куда пошел? Он увидел ее, напугался, оглянулся назад и начал глазами искать меня. То есть он очень четко понял ее слова, знает, где его мама, и начал меня искать, увидел взглядом и побежал ко мне. Для меня это было очень радостно, и первый раз такое произошло. Потом еще очень хорошая новость, мы сейчас обходимся полностью без памперса, он спит без памперса, просыпается сухой, он всю ночь терпит, и идет на горшочек потом вместе с моей помощью. Очень хорошо понимает слова, пойдем на горшок, очень хорошо это понимает. Когда хочет, он сразу бежит на горшок. Но пока при моем напоминании, самостоятельно пока не ходит. И потом, когда я Давиду сказала, что по-большому он пока только в штаны и стоя, Давид сказал, ничего, всему свое время. И все, я как-то про это забыла. Потом сама через несколько дней просто сказала Глебу, «Ты хочешь какать?» И он как-то среагировал и побежал в сторону горшка. Мы с ним сели на горшочек и сделали все дела. И вот с тех пор мы, получается, по-большому тоже ходим на горшок. Все прекрасно и замечательно. Потом он научился еще говорить, не говорить, а махать рукой «пока-пока». Все, кто ему говорит «пока», «до свидания», он машет рукой. И если с ним хотят поздороваться, протягивают ему руку «привет, Глеб», он тоже в ответ протягивает руку. Вот такие замечательные у нас новости. Спасибо Давиду, спасибо Свете. Всем удачи, всем родителям терпения. Все будет хорошо.